добрый день вышивали на youtube меня зовут амара и сегодняшнем видео я хочу показать вам что творится в моей рукодельной жизни то есть я вам покажу одну готовую работу и все мои проекты которые сейчас в работе перед вами есть только preview немного поэтому потому что у меня не так много работы одновременно как бы в процессах и так что у меня будет у меня будет готов готовая работа и готовая работа будет такой семплер от джаз нам который называется harmony гармония я его вышиваю давно 7 месяца но дело в том что я выживаю как бы по сезонам и вот 8 наступила я закончила этот этот проект и проекты которые меня и сейчас в работе то есть это они есть на каком-то этапе это у меня получается что набор от лунарте fashion dance танцующая испанская пара вот такой красивый дизайн еще у меня в работе я начала еще летом ну это наверное первая моя куколка на которую на которой я работаю так много потому что я ее не выживаю сейчас поэтому и не закончилась это кукла жан или роуз как я говорю и еще одна работа объем проект который меня в работе в процессах это мать и дитя от буцелла надеюсь вам понравится это видео так что приятного просмотра а а а а а а а а а начнем с того что у меня есть одна готовая работа это сэмплер хармоний от джаз нэн гармония вот как выглядит превью да это как обычно для джаз нан длинная панелька даже очень длинная панелька эту работу я вышиваю с емдаря месяца потому что когда я начала и отбивила в одном видео эту работу я сказала что эта работа на целый год ну она на целый целый год не длилась но девять месяцев я ее вышивала как бы протяжении отшива этой работы 9 месяцев но если взять точные отшивы то где-то десять дней я бы сказала потому что вот каждый сезон можно вышивать за внутри дня максимум как бы если вышивать только эту работу я имею ввиду два дня если вышивать интенсивно 3 если не так интенсивно так что я думаю что за десять дней можно ее вышивать но у меня был в январе такой бзик что я хочу вышивать этот сэмплер по сезонам то есть наступил сезон и я вышиваю этот этот сэмплер для создания настроения мне очень понравилась эта практика поэтому в следующем году начиная с января у меня будет опять сезонная вышивка и имеют ввиду от джаз нэн есть у меня планы как бы я готовлюсь уже и было прикольно то что в моих видео как бы когда я показывала продвижение так далее как бы все эти части три части я постепенно показывала то что появилось сейчас и новое вот для сегодняшнего видео это последняя часть это осень то есть я дошила осень и я уже пришила бисер во всей работе и вот эти четыре шармика потому что кроме этих четырех шармиков побольше и красивее нету ничего бисер оказался очень красивым и с бисером вообще-то работа меняется как бы очень ювелирная красивая работа набор этот а потому что там ну скажем так это полу набор в первом первом видео я показала что здесь было то есть здесь и были ниточки ссылкам colors вот эти шелка были и я отдельно докупила еще демси перле номер восемь потому что здесь и в этой работе используется только восемь цветов то есть получается что этот сюжет вышивается шелковой ниточкой которая была в паке и уже надпись как надпись сезона вышивается ниточкой перле мне очень понравилось вышивать осень потому что вот сам цвет нет ниточек очень понравился я здесь поигралась немножко потому что вот в этих трех как бы я вышивала скажем так все ниточкой ну как закрывая каждый крестик конечно здесь я тоже закрывала каждый каждый крестик но я позволила себе скажем так резать нитку по цветам что ли потому что я здесь были такие знаете желто рыжеватые оттенки осени и были такие сиреневые как бы цвет цвет винограда знаете осеннего винограда и такой зеленый зеленый зеленоватый зеленый поэтому я порезала нитку так чтобы вот эти желуди чтобы они точно как бы у меня были коричнево желтые вот здесь есть и совушки вот здесь есть белочка здесь есть тыковки как бы 2 тыковки вышел оранжевым одну тыковку зелено синими нитками здесь и поигралась немножко мне нравится очень то что получилось и после того как закончила вот отшив я сразу и пришла бисер во всей всей работе как бы четыре сезона четыре цвета бисера 4 шармика получается конечно я посниму вблизи как обычно я делаю со своими работами чтобы вы видели как она выглядит с бисером по по ниточкам то есть я напомню что здесь используется лен 32 каунта цвет сырой сырой лен уже про ниточки сказала 4 ниточки были в паке 4 яда купила я уже собрала этих перлешек но под я их показала вначале хотела показать по этим шоком что осталось как бы все четыре оттенка осталось как бы хватило точно хватит мне почему-то кажется что белого осталось больше всего как бы может быть белого даже хватит на 2 отшив знаете остальных навряд ли я не посмотрел если честно когда потому что после каждого после отшива каждого сезона я видела что мне не так хватит я даже не смотрела в магазинах в онлайн-магазинах если цвета этих не так еще актуальны знаете если они еще продаются потому что здесь написаны цвета не так winter clouds это зимний весенний получается у нас spring sherbet и так далее то есть если они продаются их можно свободно купить вышивать и наверное остатки даже продать потому что я имею ввиду со схемой потому что здесь не было полных мотков у меня есть нитки silicon colors новые для куколок и я знаю что там больше не так здесь не было здесь они посчитали чтобы хватило вот для работы но только для одного отшива и с запасом если вы ошибаетесь то есть если вы будете распарывать и переделывать и все бисерочек я сказала что есть здесь четыре цвета без бисера вот у меня он в такой коробочке от джесна я выбирала цвет очень удобно оказалось вообще-то я думаю что в следующих джеснановских проектах я так и буду делать как бы буду вот высыпать в таких коробочках и выбирать отсюда тоже остался осталось довольно много бисер вы знаете я даже думаю что бисера может хватать даже на второй отшив но по крайней мере розового я думаю что хватит бисер осталось много но вот этих шарников нужно докупить если делать второй отшив бисер здесь в инструкциях как бы как обычно в джесна была дана цвет этого димси бежевый если я не ошибаюсь там не помню какой цвет нужно было бы пришивать и бисера но у меня оказался вблизи вот этот титан 100 он меня бежевый и почему-то я решила давай-ка я буду пришивать бисер вот этой этой ниткой мне понравилось как бы для осени точно это было прикольно потому что цвет как бы подошел я немножко боялась что белый как бы будет виден но из-за того что ли он цвет как бы сырого цвета то есть вот этого титан 100 цвета беж его вообще не видно так что пришел этим этим это я ниточкой если говорить про размеры работы потому что не помню в предыдущей моей до в предыдущем сэмплере меня спросили в комнатах как бы сколько на сколько готовая работа я уже как бы знаете прикинула что наверное стоит моих как бы готовых работах и сказать и как у меня получилось потому что это это нормально потому что люди хотят знать вот у меня есть мои мэр летка от прим сейчас я буду мерить и скажу вам сколько на сколько и так получается что длина работы 45 сантиметров то есть отсюда досюда где-то 45 сантиметров мы более или менее как я пощу мерила и вот ширина если я правильно говорю это 12 5 сантиметров ну скажем максимум 13 сантиметров я точно помню что я вот этот кусок 50 на 70 я взяла как бы в длину вот весь кусок взяла просто здесь уже как бы в ширину я отрезала потому что получалось много если как бы уже узкий и получается как бы по ширине не имела смысла столько лена тратить потому что до осталась узкая полоска но на этой узкой полоски можно вышивать какие-то подушечки без корню все что угодно как бы маленькие работки эти прикладные тоже можно свободно как бы вышивать как-то так и все у меня есть еще одна готовая работа очень рада мне очень я уже сказала что мне очень понравился этот эксперимент как бы вышивать по сезонам и уже сказала что в следующем году я тоже наверное буду делать такой же проект один из моих процессов это работа от лан арты это танец страсти fashion dance многострадальная моя работа которую я начала феврале если я не ошибаюсь дело в том что это не тяжелая работа здесь не полный как бы не зашивается полностью просто я когда вот начинаю когда я работаю неделю-две на над этой работой у меня есть очень большой прогресс потом я отвлекаюсь на других других процессов поэтому на сегодняшний день вот что у меня есть да я знаю что я обещала что закончу работу до конца августа но дело в том что я очень хотела закончить сэмплер от just now летний сэмплер бельмид поэтому предпочитла вышивать сэмплер и не эту работу сейчас у меня есть большие планы то есть я очень очень хочу закончить эту работу да честно хочу что у меня осталось мне осталось дошить вот рукав девушки вот здесь ее лицо волосы и эти розы волосы волосы в волосах здесь не полный зашив вот потому что вот здесь волосы только этот серый цвет вышивается то есть вышивать здесь не очень много поэтому я постараюсь закончить эту работу быстро есть у меня и вот такой процесс да есть у меня куколка юбочка которой я не вышила хотя у меня было то тоже было в планах чтобы закончила как бы вышивать и сборку этой куколки летом но я виновата у меня случился вирус just now поэтому я не вышивала эту юбочку наверное это куколка которую я так долго собираю это вот такая красотка я бы не сказала что мне мне осталось много потому что я считаю что что было труднее я уже сделала ну половину чтобы труднее вот это выдергивание тех ниточек и вот отшив этого хим стич потому что для меня это очень такая нудная скажем так работа я это не делаю быстро вот видите и я это сделала я вышла и и вот этот мотивчик здесь и начала уже цветы здесь не их немного не будет много если серьезно взяться за несколько дней можно вышивать все и еще я не придумала что буду делать вот с этого шарфика ее сумочкой не хочу забросить как бы этот проект эту работу здесь немного осталось поэтому я думаю что потихоньку как отдыхалочка я буду дошить юбочку и сделать сборку сборку я уже делаю быстренько потому что у меня это будет 11 до 11 куколка поэтому я уже более или менее знаю что нужно делать так что надеемся что может быть может быть в конце сентября будет готовая работа не обещаю и еще один проект которого я начала совсем недавно это вот такой набор от буциллу мать и дитя в видео которое я показала в начало работы сказала что я не уверена про основу в конце концов я решила что все таки я буду вышивать на родной канве то есть я выбрала канву которая была в наборе 14 каунт на кремового вот такого цвета и вот что я вышла в этой работе то есть если смотреть по превью получается что я вышла все почти все я не знаю если это платье если мне кажется что это шаль почему-то мне кажется что это шаль на не платок вот я не знаю не уверена мне почему-то кажется что вот это платок это какая-то шаль большая и я вышла почти все потому что знаете я такая так вышла вышла и думала ой я все закончила с этими цветами но нет здесь есть маленький маленький вот еще несколько крестиков должно буду делать здесь использовалась но где-то 6 цветов получается вышивается очень легко очень быстро и вышел это как какую-то как отдыхалочку вот я закончила этот сэмплер от часный ангел мид с шовчиками закончила сумочку ее сборку и после этого вот приступила к этому набору и знаете неделя где-то я отдыхала вот прямо отдыхала вышивала на 14 каунте на аиде и мне кажется довольно много у меня получилось я уже сказала что я не считаю себя скоростной вышивальщицы поэтому не пока мне кажется что я сделала довольно большой такой объем работы здесь нету одиночек как бы вот много шахматки если я правильно говорю но вот одиночек нету поэтому вышивается очень легко быстро логично и результат мне нравится хотя знаете если не знаешь что это конечно смотришь и думаешь что она вышивает но вот если смотреть на превью уже видно что это как бы шаль то то мне кажется что получается довольно красиво здесь где есть вот этот темно-серый цвет да есть просветы потому что 14 каунте и нитки буцила мне кажется почему-то немножко тоньше чем чем демси может быть имела бы смысл менять на камбу поменьше на шестнадцатую камбу если камба ну если лен это 32 но если честно меня устраивает потому что вот если смотреть на превью на превью тоже видно эти просветы и мне это даже нравится почему потому потому что мне кажется что это дает какой-то не знаю состаренность винтажность работе вот именно наверное это первый раз вышивальную жизнь когда мне просветы нравится даже не знаю мне кажется что это какой-то эффект продуманный сэнди орта не уверена почему я так начала вышивать потому что если вы уже заметили это овальный дизайн так что определить где низ где вверх обычно я снизу вышиваю мне так удобнее но я не стала делать этого потому что не хотел ошибиться и самый точный как бы путь это был определить центр центр был если не ошибаюсь где-то здесь центр пол где-то здесь что-то в этом роде ведь и кого они погладила ее для для видео но она еще у нее еще есть вот потому что наверное много лет лежала так я начала с центра и уже с центра начала вышивать вот так могла конечно вышивать лицо матери как бы направиться вверх но почему-то мне не хотелось во первых я хотела вышивать эту часть потому что я поняла что это будет легче и мне хотелось отдыхать как бы здесь нужно внимательно считать как бы бэк и так далее и еще один мотив почему я не хотела не мотив еще reason почему я не хотела как бы вышивать лицо потому что ей мне показалось что я буду вышивать то что мне нравится больше всего что интереснее то есть лицо матери и ребенка для меня это самый такой няшка в этой работе и мне показалось что я буду вышивать это и после этого как бы уже дополнительные как бы шаль и бэкс и этот бэк граунд мне не будет интересно я буду вышивать очень долго так я решила что буду вышивать вот здесь буду вышивать и одежду ребеночка а потом будут лица обе лица и уже посмотрим с этой работой я участвую в сп от люды кростичку и влюда поэтому я эту работу должна вышивать до конца года даже не до до конца мне кажется там дедлайн 15 декабря должно пересмотреть поэтому я эту работу сейчас буду немножко отложить потому что мне кажется я так вышивала хорошо и буду стараться заканчивать мой процесс от ланарты потому что он тоже в этом сп и я не знаю мне почему-то кажется что после ланарты начнется хэллоуинский переполох и к эту работу я вернусь уже в ноябре я очень надеюсь что в ноябре я ее закончу потому что я выживаю вот эту часть я уже поняла что ее можно реально вышивать быстро если вышивать только эту работу поэтому я очень надеюсь что ноябрь меня будет очень продуктивный с этой работы это все что я хотела показать вам сегодняшнем видео надеюсь вам было интересно не забыть не забудьте подписываться ставить лайки если вам понравилось видео оставьте комменты и увидимся в моих следующих видео до тех пор пока пока пока